все погнали чая тут малость лоханулся мне надо было там на том кольце все-таки на подольск уходить тут разворачиваться я уже смысла не вижу поэтому поедем еще чуть-чуть дальше проедем до балабановой балабанова там на 108 и потом там стал на ту дорогу выйдем может пару километров лишь получится не знаю точно сколько что-то я это сейчас посмотрел я так маршрут смотрел смотрю у меня съезд нацкад как-то так там как-то загогулина минуту в маршруте матч откуда у меня эти загогулины когда я здесь по киевке дохожу доцкада нет я такие в киевке доска на не пойду мы сейчас до 108 проедем и в балабановой темно правой там ну может километров 78 потом уже на ту дорогу на нашу куда нам в сторону цкада лоханулся маленько я я чё встаю колонны смотрим слушай грин а еще это говорит куда-то грит ездил это так миша в кафе заезжал потом есть разворачиваться на счет и кэм я вот так я согласен резанули нам немного у меня на это мой косяк поэтому куда ты катался рынок какой-то до в минске когда отчет сдавал к все понимаю но это критерии ну что мой косяк мой когда на баканском кольце там есть 17 километров свороты скал видите прицеп польский это может прицеп еще один можно было тут развернуть я от кольца то тут недалеко отъехал тут пару километров но на то же самое получится сюда и до кольца что я сейчас здесь до балабанова и направо ну опять косяк ну что сделали сплошные косяки еще и скорость превышаю про это я вообще молчу но это это и и и и и по и и и и и и и и Да, зелёного. Я повесил красную свою, там какую-то прицепил, всё, эту с собой взял, всё. Ну, я, да, я смотрел, что в документах пломбы нету. Скажешь, сняли, и всё, ну, там по границе сняли, и всё, пломб. Ну, всё, делов-то, господи, ничего, больше там тебя... Ну, я просто вчера сам Жене написал, что это... Если скажут, снять, что делать, снимать, не снимать. Говорит, снимай с собой, забирай, я его понял. Ну. 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 По идее, вообще, она вообще, по идее, её нет нигде в документах. Так что она... Понятно. Понятно. Я имею в виду, она нигде не вписана, я тоже смотрел. В ЦМР, как смотрел, везде смотрел. Её нету нигде. Ну, и сегодня бери до головы. Давай. Ну, не знаю, может, до вязника. Но сегодня в Долину Смерти точно не полезу. Сегодня пятница, там... Там и так всё стоит за бездорожье. Пушайте, допустим, до снастей. Устовская долина. Нет. Нет, ну так ты-то понятно. Я-то ближе, но я просто, что... Лучше завтра я её с утра пораньше, потому что... Она там и так не ездит-то, а вечером в пятницу там ещё будет на глушнях стоять и самого Нижнего. Да? Ну, конечно, юно. Да. 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 Мне тоже самое говорили, что мы не объезжаем. Ездим по платкам. Да. Давай, рули. Виктор нервничает. Говорит, я это... Кломбу сняли, говорит. Я её там куда-то запихнул, говорит. И это... Ну, кломб уж снял по границе-то границе. Он тоже через пониторку. Говорит, за по моим стопам. Говорит, это... Куда-то, нахрен-то, улетело. Куда, говорит, не знаю. Я говорю... По идее, у нас всё равно нигде не вписано. Я в документах нет нигде. То есть, как бы... Я всю ЦМР-ку облазил. Чуть ли не с этой, не с лупой. Её нет. Я... Моя валяется он. На всякий случай. Ездит, не очень. Такой, дядька, пальчик покажу, волноваться начинает. Передо головой. Товар сходится-сходится. А что это? Сняли-сняли. Господи. Короче. Где-то там за мной. Но у него на... У него на шестое. У меня на пятое выгрузку. У него на шестое. Он только сегодня к родицу проходил. Где-то там. Догоняет. Может и догонит сегодня, я не знаю. Вот этот пост. Вот эта дорога. Километров 7, наверное. 8. Балабаново. Мало Ярославля, взрослая. То есть... Километра 3, наверное. Может 4. Лишку я дал. Но мы-то дальше по 108 не едем. Мы на ЦКАТ. Да. Когда я тоже устраивался сюда, вот в компанию. Мне конкретно сказали, что мы платные дороги не объезжаем. Пока так и происходит. Ну, единственное, где мы не едем по платкам, так это вот этот участок. От Москвы по М-11. Вот Солнечногорска. Вот это вот. Ну, там просто... Там нереальный ценник. Космический. И непонятно, откуда взят, с какой головы, кто его придумал. За этот кусочек дороги ты платишь чуть ли не больше, чем за всю оставшуюся до Питера. А когда наша стрелка загорится, как вы думаете? Я, говорит, тоже на стрелку уехал. О! Кино готово. Сейчас надо где-то остановиться и будет. Включить вам его. На заливку поставить. Скани, дядька, так летел, так летел. Чуть на перекресток не вылетел. На таком УАЗике 5-5-5 номера, чувак. Конечно, можно тут ехать. Вообще, можешь ехать по соседней полосе, чтобы все остальные встречные на обочин съезжали. С такими-то номерами. А что он тормозит? Страшно стало. Там-то было не страшно. Сплошная, не страшно. Вот на скорость попасться страшно. Все, погнали, в общем, на ЦКАД. Ну, сейчас вот смотрю. До Владимира показывает 4,20. 310 километров. Что, в общем-то, нормально. Получается, мы не должны будем сильно в покрове прилипнуть. Вообще, весь маршрут зеленый. Ну, вот только, да, вот только покров, но там совсем немножко. Желтенькая, красненькая, там совсем чуть-чуть. А все остальное у меня зелененькое. Так что, летс гоу! Чтобы нам попасть с Калужского шоссе на ЦКАД. Надо тут сейчас как-то немножко хитро поехать. Если пойти прямо, то съезда нет. Там на ЦКАД. Поэтому нам надо сейчас пойти налево сейчас на том светофоре. И немножко параллельно проехать. И так, главное, с вами попадем на ЦКАД. Что если так поехать, то я потом не знаю, как там на ЦКАД этот выбраться. У меня-то как бы нарисовано. Типа, можно прямо поехать, и там что-то нужно перед ЦКАДом куда-то там крутиться, влево потом там. То же самое, в общем. А какой смысл? Мы сейчас вот здесь налево повернем. И спокойно вырулим потом на ЦКАД. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok какими-то непонятными тут чигирями. Я тут тоже никогда не ездил, честно, в этой дороге. Как-то мы тут. Это хитро. Ну, вроде как, выбираемся на ЦКАД. Сейчас мы вот по идее в 107-ю. А, ну тут, наверное, если бы я поехал там до конца, надо было здесь возвращаться на 107-ю. По 107-ю сюда. и здесь выходить на ЦКАД. Ну, так получается. Наверное, да. Надо тут потом посмотреть. Сейчас на ЦКАД выйду, посмотрю. Я сомневаюсь, что здесь оттуда, от той трассы, сюда есть выезд. Еще. Сейчас пока на стафоре стоим, гляну. Да-да-да. Вот там скорая сигналит. Или полиция. Тут сзади сигналит, в общем. Абсолютно верно. Если бы по той дороге вот пошел по прямой, вот сюда до 107-й доехал бы, и все равно бы возвращался бы вот сюда, попасть на ЦКАД. Так что тут, наверное, поехал правильно. А то, о чем буду сдавать, увидим. Ох, сейчас зато полетим. Как полетим, полетим до самого Покрова. Там полет закончится. Приземлимся. Слетаем. 82, круиз, ноги на панель. Оставшийся кофеек в руку. И можно полкнеть. Наша любимая М-7. О, койл, 100 литров. И не менее любимый Покров. Ну что тут, поменялось что-нибудь? Давай, заходи. Да, ну тут лететь смысла нет. О, какой ямин попал, видели? К самому интересному месту подъезжаем. Так, начинаются потиху воронки от Хаймерсов. Не понял, залатали что-ли? Не понял, залатали что-ли? Укатали? Многеньким асфальтом? Или положили? Через месяц будет все то же самое. Давай-давай, рулевай. Все тогда пока. И не все. Что тут? Человек перестраивается. Всего второй ряд. Укатали, но не все. Да нет, тут как бы это. Еще не так страшно. Подлатали, в любом случае. Да. А здесь нифига. Вот оно, шастье. Это мы еще вовремя проскакиваем. 4 часа 15 минут 5 пятница. Через пару часиков здесь будет беда. В плане пробки. А, смотри, какая прелесть. Ай, как хорошо. 15 километров в час едет. Как так-то? Ладно, по-моему, тут уже лет 30 было, понятно. Но он же новый. Вот что обидно. Ладно, с самого раньше мы его проскочили. Сейчас дальше на М12 выскакиваем. И уже потом к Янкам вернемся в районе... За Владимиром уже. Ну, объездная и там уже за Владимиром пойдет дальше. Самое интересное. Какая прелесть. Какая прелесть. Как говорит Костян, есть поле для маневра. Так что вот как-то так здесь нынче. В общем, погода испортилась. Совсем. Сейчас уже немножко дождик притих. Московская вся. Там вот. Сюда вот в сторону Владимира. Тут только сейчас вот. Владимир обходит. Вот там. Семерка старая. Которая с накрисит. Как бы там ехать нельзя. Грузовикам. Не такой уж он и знак. Но вот здесь немножко дождик притих. А так там лило так хорошо. По нацкаде там. Дождик со снегом. Даже. Ну, тут пока только дождик. Вот еду, думаю. Сейчас тут только что. Останавливался там. Туда-сюда. Пил. Яндекс посмотреть, что там делает. Долина смерти. Там вот это вот все эти. Столово. Там просто ужас. Там все бордовое. Вот надо подумать, куда мы сегодня поедем. Наверное, в идеале всего сегодня все-таки доехать до Вязников. Вязников, кстати. От Вязников там до Нижегородки. Дорога эта еще упитая с этими яменами. Сейчас темнеет уже скоро. Может, лучше в Вязников встать и завтра пораньше выехать. Вот так. Как вариант, в принципе. А дальше, ну, куда еще там? Ну, до весовой только, до Дзержинского. Ну, до Дзержинской, это весовой, до нее только доехать. Смотри, а пройдет чуть назад, да? Я по обочине пройду к нему на Мостострой. А вот через 5-5 метров. А, вот, все, видите? Вот и все. Езда там у парней заканчивается. Вот они уже все стоят. А мы едем. Чего стоят, не знаю. Варанцы и не слышал. Нет, ну, поехали тоже вроде. Ну, так, не весело. Он опять становится. Дождик усиливается. В общем, надо пора скинуть остатками из Виллинга. Наверное, как вариант все-таки поехать сегодня в Вязников. На ночу. С этой стороны, как на ту стоянку-то можно заехать, которая там по дорожной сети. Нет, наверное, лучше его наехать. Ну, а что? Сейчас пол шестого. Пока туда приедем уже. Здесь утреца по холодку. О, манем. Пока предварительная мысль такая. Там будет видно дальше. В общем, у нас уже гороховец. Это... В общем, в этом самом... В Вязниках был 20 минут седьмого. Ну, восьмого. Ну, ура наш еще становиться. Правильно. Думаю, ай! Дождик закончился к тому времени. К Вязникам. Поеду. До весовой доеду. Осталось уже немножко. Ну, так вот. Может, мне показалось. Может, что... Ну, вот на нижней... Как-то получше. Дорога. Во всяком случае, вот от Вязникова сюда я встречал... Встретил только одного. Увидел только одного. На маленькой, которая стояла колесико. Менял. Там местные производители диска была душа плотка этой части. Ну, манта мне звонит. Только что взрыв слышал. Я так и не понял. Это мое колесо рвануло или нет? Я ни хрена не понимаю. Сейчас я вот здесь, наверное... Блин. Мост. Ну, по-моему, это не мое. Но я во всяком случае не вижу. Только что вот... Прям тут... Ток взялся за камеру. Только хотел включить. Только слышал. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Но я ехал медленно. А там... Навстречу... Ну, машина тоже фура шла. Нет, скорее всего, это не у меня. Сейчас мы все равно за мостом заклясть мы здесь остановимся. Пойдем посмотрим. Так вот. Перебили просто. Не, у меня вроде все целые. У меня... Ну, я не вижу ни ошметки, чтобы там болтались никакие ничего. Все равно сейчас остановимся. Первым же вот... Где-нибудь... Только можно потихонечку поеду. Не, вот с левой стороны у меня колеса целые. Ну, а вот взрыв был слева. Похоже, ну, кто-то на очередную ямку улетел. Так вот это... Ну, мне показалось, что... На нижней тут получше дорога. В плане... Ну, может быть, сравнение, конечно, и некорректное. Ну, на нижней местами работал один миномет. Бисхаймерса. Ну, честное слово. Местами просто смотришь на дорогу, и ты приходишь в теки ужас. Ну, как? Как такое может быть? Давайте мы вот здесь вот встанем. Какой-то перекресток. Здесь не знаю, что тут за перекресток. Ну. Сходим, посмотрим. А вон там паркинг нарисован. Уже на перекрестке не стоять. Ну, вот прямо вот... А где паркинг? А вот тут должен был быть паркинг. Здесь вот на обочине сейчас как раз под фонарями. Пойдем посмотрим. Не, ну у меня вроде все цело. Увидел только одного. С дисками. Бедолага. Вот тут производители дисков радуются. Балдеет. Кулка здесь. Пойдем посмотрим. Спокойно на душе было. Ну, это не мое. Потому что там слишком... Летел человек. Паял. Он такой... Понятно. Знакомый звук. Взрыва колеса. Не дай бог. Так, эти целые. Эти тоже целые. И здесь все целое. Ой, кошмар. Как тут пройти? На раскорячку идти приходится. Еще штабочка. Все так всегда. Нет, слава богу, у меня все хорошо. Еще нигде не шипит. Все нормально. Ой, блин, болото. Все хорошо. Вот. Короче, едем до... До весовой. Думаю, проеду туда уже. Ну и погнали. Уже весов нету, да? Да. Все, Движинский пост. Транспортный. Прошли. И поехали. Все, постоянно. Время без двадцати девять. Уже нормально. Заезд, конечно, здесь сильный. Сейчас встанем. Покажу, чего дальше смысла-то ехать нету. Ну, во-первых, уже как бы и время-то, в принципе. Время спать, а мы не ели. Ну, и сейчас... Перепроложить. Господи. Встанем. Штроп мой болтается. Так. Куда нас сейчас здесь поставят? Где тут? Перепроложить. Шеф какой-нибудь. На следующем повороте поверните налево. Куда-то остановиться. Вы видите кого-нибудь? Я не вижу. Через сто восемьдесят метров поверните направо. Ну, что, куда остановиться? Ну, так вот и остановимся. Вот, к Америке стоит еще. Раз нет никого. А он что, не глушит? Тоже не вариант. Туда по прямой поехать встать? Вон там, как люди стоят. Сейчас определимся. Чуть вперед меня продернул. Подошел. И это... Пошел американца, спросил. Говорит, что глушить не будешь? Не, не, говорит, будут. Вот, сейчас я вам покажу. Тут, что интересно... Вот, Выского забьем. До Выского 123 километров выдает... 138 километров и выдает четыре с половиной часа по объездной. Здесь... Ну, в Долине Смерти. Там, ну, в принципе, там не очень страшно. Вот, я думаю, вам видно. А самая беда... Вот, перед мостом, через Аку, там то ли авария случилась, то ли что. Там все бордовое. Там что-то произошло, поэтому ловить нам там сегодня абсолютно нечего. Понимаете, да? 2.35, он выдает это, если через город поехать. Но в городе там тоже он... Ну, там на мосту тоже красненько, но там еще более-менее терпимо. Удаление Смерти так практически ничего. Короче, поедем завтра в 6 утра. Уже думаю, к тому времени все это дело растащат. Вот, поэтому... Ложимся спать. Хорош на сегодня работать. Ну, Маша уже спит. Ложимся спать. КОНЕЦory san guests только то что выйдет.